Ты меня никогда не прогонишь, не отталкивай от вас, ты меня и перстом не тронешь. Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения. Мне нравится, что вы больны мной, мне нравится, что я больна не вами. Как мимолетное белье, как гений чистый красоты. Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, В светилище, где сон и фимиан моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, Люди их никто не брал и не берет. Моими стихам, как драгоценным венам, настанет свой черед. Именно последней строкой этого стихотворения Марина Ивановна Цветаевой И нарекли литературный вечер почитателей творчества поэтессы. Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. Читальный зал Закарпатской областной научной библиотеки В год 120-летия Марины Цветаевой был полон. Присутствующие смогли в полной мере погрузиться в поэтическую атмосферу Благодаря изысканному звучанию скрипки в исполнении Олеси Дубенко. Субтитры создавал DimaTorzok На вечере звучали стихотворения Марины Цветаевой Из уст юных почитателей творчества поэтессы, Которых разделяет с ней временной рубеж в более чем сотню лет. Это подтверждает, что настоящая поэзия существует вне времени и вне пространства. Кто создан из глины, кто создан из камня, а я серебрюсь и сверкаю, Не тело измена, не имя Марина, я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб и надгробные плиты В купеле морской крещена и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своей волей. Ты видишь меня, видишь эти, беспутые кудри, И земное не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Имя его — птица в руке. Имя его — динка на языке. Одно-единственное движение губ. Имя его — пять букв. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как его зовут. В легком щелкании ночных копыт громкое имя его гремит И назовет его нам в висок, звонко щелкающий курок. Имя его — ах, нельзя! Имя его — поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя его — поцелуй в снег, ключевой ледяной голубой глоток. С именем его — сон глубок. Безмолвен рот его, углами вниз, Мучительно великолепны брови. В его лице трагически слились две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза прекрасно бесполезны. Под крыльями раскинутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху, Такие в роковые времена слагают станции, идут на плах. Огромное море соленым прибоем душой ее вольной вздыхает и стонет. И утром, и ночью в Маринины очи листом подорожника у обочины. Чтоб путнику проще заснеженной рощи Маринина сердце кострами быть хочет. Быть может, Марины последние слезы о бедных и сирых. И голос Марины в осенне-осине, И крик лебедины по деве Марине. Вчера еще у ног лежал, Сравнял с китайскую державою. В раз обе рученьки разжал, Жесть выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на саду Стою немилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу, Мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать. За что? За что терплю и бедствую? А целовал? Колесовать. Другую целовать соответствует. Жизнь приучил в самом огне. Сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь. Вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, Там подступает смерть садовницы. На примере взаимоотношений с Борисом Пастернаком и другими современниками Цветаевой Наталья Прокофьевна Бэдер рассказала о эксцентричности и влюбчивости поэтессы. Дело в том, что у Марины Цветаевой с ранних лет была какая-то необычная страсть к людям с гениальностью, прежде всего с поэтической гениальностью. Вот здесь говорили о том, что она в 16 лет стала довольно известной после первого своего сборника. Она его напечатала сама за свои деньги, взяв их у отца. Дело в том, что они с сестрой росли сами, матери уже не было. За ними приглядывали мамки, няньки. Ну, в общем-то, девочки были отданы себе. И вот первое, что она сделала, вырвавшись из опеки, из-под опеки мамы к нянькам. У нее были плохие волосы, и она на лысо побрилась. Это первое. Второе, что она сделала, она собрала свои стихи, взяла деньги без спроса у отца и пошла их из дома. Это второе, что она сделала. Появилась поэтесса Марина Цветаева в Москве. И известный, уже показанный только что, Максимилиан Волошин, пришел к ним домой, в дом Цветаева. Познакомиться с госпожой Цветаевой, с поэтессой, незнакомой никому. Долго с сестрой они хихикали за стеночкой. Как же появиться-то, лысая совершенно, 16-летняя госпожа Цветаева. Но главная была проблема. Кто из них первый притронется к волосам Макса Волошина? У него была огромная, пушистая гриба над головой. Говорит, главное, о чем они спорили с младшей сестрой? Давай ты первая. Нет, давай ты первая. Вышли, подталкивая друг друга, тут же придумали Марине платок на голову. Вот такой она и появилась. В платке на голове абсолютный 16-летний воробышек. Подошла и первое, что смело и гордо сделала, погладила Волошина в голове. Вот этот интерес к поэту, он был очень естественный и очень детский. Но всегда, надо сказать, у нее будет прежде всего в жизни интерес к поэтам, к тем, кто отмечен гениальностью и талантом. Надо сказать, что и мужчин она будет делить на поэтов, гениев и на гастрономов. Это все остальные, а те поэты. Надо сказать, что она будет в них влюблена не только духовно, платонически, но у нее будет влечение к этим поэтам, потому что они пишут талантливо. Многие из ее романов так и останутся романами в стихах. Роман с Рильфке. Они никогда не виделись. Но какая страсть, какая любовь в ее письмах, в ее стихах к Раймеру Марии Рильфке, поэту, родившемуся в Праге, считавшему себя, имевшему австрийское подданство, пишущему на немецком и похороненном в Швейцарии. То есть вот эта страсть у нее проявится прежде всего. Вот одним из таких будет Пастернак. Они встретятся в 17-м примерно году. Интереса особого они друг другу не вызовут. Хотя Пастернак очень красив, очень впечатляет, естественно. В молодости это был прекрасный мужчина, очень видный, яркий. Но ей важно, какой он поэт. И только после того, когда она прочитала первый его сборник и узнала, что Пастернак знает Маяковского, а ее книжка очень понравилась и Пастернаку, и Маяковскому, ее душа нараспашку. Она буквально в него влюбляется. Когда она прочитала книгу Пастернака, она разразилась сразу рецензией. Назвала ее очень красиво. «Световой ливень». Вот что она написала. «Когда я это сделала, я ахнула от открывшейся мне бездны, чистоты и силы», говорит о стихах Пастернака. «Ничего подобного нигде кругом не существовало, не возьму греха на душу, если скажу, что за вычетом нескольких вы самый гениальный». Восторг продлился, и когда они стали знакомиться на вечерах, вместе выступать. Надо сказать, что их очень многое сближало. Она занималась музыкой и знала хорошо музыку. А он, если вы помните, профессионально владел композицией, играл и готовил себя к карьере музыкантом. Они выросли в интеллигентных семьях. Они имели прекрасное образование. Они были оба германофил, и практически оба могли сказать, что второй родной это немецкий, потому что блестящие им владели. Но надо сказать, что кроме этого и сближали и моральные, и нравственные принципы. Я вам сейчас хочу прочитать часть статьи, которую написала Марина Цветаева в журнал. Эта статья нигде никогда не вышла, потому что это был эмигрантский журнал, и он так и не вышел. Денег не оказалось, но она готовила для него несколько статей. Это должен был быть детский журнал для русских детей. Здесь очень много молодежи и очень много мам или будущих мам. Послушайте, милые дети, никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его так, чем с земли. Никогда не бойтесь смешного. Если видите человека в смешном положении, постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно, прыгайте в него к человеку, как в воду. Вдвоем глупое положение делится пополам, пополовинки на каждого или же на худой конец. Не видите смешного смешного. Никогда не говорите, что так делают все. Все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются. Ну, а если вам скажут, так никто не делает, не одевается, не думает, отвечайте, а я кто? Не ссылайтесь на немодно, а только на неблагородно. Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. Кроме того, для вас они родители, для самих себя я. не исчерпывайте их их родительством. Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае, стыдитесь не уступить. Не отличайте себя от других, материально. Другие. Это тоже вы. Тот же вы. Не отзывайтесь при других иронически о близком, хотя бы даже о любимом животном. Другие и тут свой останется. У Марины Цветаре был свой муз, и звала она его гений. Она всегда говорила, что женщина-поэт отмечена присутствием, ну, не муза, конечно, о гении. Как она понимала этого своего гения или этот свой гений? Очень любопытно. Он всегда вверху, он всегда недостижим и всегда требует от меня, как говорила она, сверх, свыше, тянуться, через не могу, не хочу, больно, без сил, не получается, а ты делай, ты тянись. Разговор с гением, глыбами лбу лавры похвал, петь не могу, будешь пропал. На толокно переводи, как молоко звук из груди, пусто, суха, в полную веснь чувство сука. Старая песня, брось, не морочь, лучше мне впредь камень толочь, тут-то и петь, что я снегирь, чтоб день деньской петь, не моги, пташка, попой, назло врагу, коли двух срок свесть не могу, кто, когда, мог, пытка, терпи, скошенный лук глотка, хрипи, тоже ведь звук, львов, а не жен, дело, детей распотрошен, пел же орфей, так, и в гробу, и под доской, петь не могу, воспой, можешь петь, воспевай. Вот это разговор с гением, и теперь, наверное, становится понятно, что всю жизнь вот эта сила вела, тащила, требовала и заставляла. Окончательно окунуться в эпоху Марины Цветаевой присутствующим позволила повествование Людмилы Павловны Бородиной, в котором говорилось о сложностях жизненного пути этой выдающейся личности. Такого могучего, такого противоречивого, такого непростого в отношениях с людьми почувствовать прежде всего через стихи ею оставленные, стихи вехи, стихи, которые для меня кажутся чрезвычайно важными. Она разная очень, в разные моменты ее жизни, и очень красивая, и какая-то приземленная, усталая, с грузом лет на плечах. вот как ее уже в эмиграции, то есть тогда, когда она была на чужбине и не хотела возвращаться, она пастернаку писала в письме «Возвращаюсь в Россию как на смерть». Она это предчувствовала. Роман Гуль описывает ее портрет и подчеркивает вот такие черты. Словесные портреты, они тоже очень важны. Своё первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева хорошего для женщины роста. Худое темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка, глаза ничем не примечательны, взгляд быстрый и умный, руки без всякой женской нежности. Рука была скорее мужская, сразу видна небелоручка. Марина Ивановна сама говорила о себе, что умеет только писать стихи и готовить обед плохой. Короче, вот от этих плохих обедов и тяжелой московской жизни руки и были не холеные, а рабочие. И, кстати, вот эта самая тема рабочей жизни, тема труда, она пройдет через все творчество Марины Цветаевой. Это тяжкий труд за письменным столом, она воспоет вот это свое орудие труда, место работы и возможное место смерти. Тебя положат на обеденный, меня на письменный, скажет она в стихах о письменном столе. Я однажды в молодости когда-то, потом в сборниках поэтических я не встречала этих стихов Марины, но они мне кажутся очень значимыми, потому что в них она, а это свойство великой поэзии, гениальной поэзии, предсказывает свое будущее, и она говорит о душе поэта. Кстати, вот это душа и тело, это тоже очень важный мотив поэзии Марины Цветаевой, она всегда отдавала предпочтение душе. Веселись, душа, пей и ешь, а настанет срок, положите меня промеж четырех дорог. Там, где в ополе, во пустом, воронье водоволк, становись надо мной крестом раздорожный столб. Не чуралася я в ночи окаянных мест, высоко надо мной торчи безымянный крест. Ни один из вас, други, мной, был и сыт, и пьян, с головой у меня укрой полевой бурьян. Не запаливайте свечу во церковной мгле, вечной памяти не хочу на родной земле. А родная земля была такой выстраданной, такой большой болью и тоже таким страшным раздирающим противоречием, потому что там она чувствовала на чужбине себя. А Россия стала чужбиной, Россия была опасной, и она знала, что там в России ее ждет смерть. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей ладони горстка пепла, и это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых, и это все, что я возьму с собой, раз словами научусь. научусь. Эту программу, посвященную литературному вечеру, организованному в честь 120-летия со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, хочется завершить строками одного из ее стихотворений. Цыганская страсть разлуки Чуть встретишь, уж рвешься прочь. Я лоб уронила в руки и думаю, глядя в ночь, никто в наших письмах роясь, не понял до глубины, как мы вероломны, то есть, как сами себе верны. КОНЕЦ КОНЕЦ